ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение второй части урока о Substance Designer. Поехали! Далее в меню правой кнопкой мыши идут интуитивно понятные опции. Поэтому я не буду их демонстрировать, т.к. по сути, мы будем постоянно к ним возвращаться. И если что-то не будет понятно, то в одном из уроков Вы обязательно разберетесь с этим. Теперь давайте поговорим о самом сердце Substance Designer. О нодах. Я думаю, Вы помните, как их вызывать из первого урока и Вам решать, какой метод более удобный. И первая нода Bitmap. Как только Вы перетянете ее в окно Graph Network, у Вас появятся два пути развития. From File или From New Source. From File позволяет Вам выбрать любой из файлов текстур, находящихся у Вас на ПК. И как только Вы выберете этот файл, вылезет следующее окно с вариантом выбора. Link Resources или Import Resources. Первая опция позволяет прилинковать файл к проекту и в итоге он будет сохраняться с ним. Если Вы работали с Substance Painter, то знайте, что все текстуры, материалы и так далее сохраняются в один файл в его формате. Как только Вы выберете эту опцию, в Explorer будет создана папка ресерсис и в нее будет помещена Ваша текстура с иконкой линка. Вторая же опция просто привязывает открытый файл изображения к папке, в которой он находится. И если удалить этот файл, он будет удален из проекта. Данный файл также будет помещен в папку ресерсис и его иконка уже выглядит немного иначе. Поэтому, пожалуйста, всегда помните это правило и будьте аккуратнее с выбором. Если же загрузив ноду Bitmap, Вы выберете вторую опцию From New Resource, то у Вас откроется окно, в котором можно придумать название ноды, задать ее разрешение и цвет. Данный вариант используется для рисования новых текстур в окне 2D View. После создания, она также появится в папке ресерсис и Вы всегда будете иметь к ней доступ. Выделив любую из нод, Вы активируете ее. Справа появятся ее настройки, а в 2D View будет активен режим редактирования. Давайте поговорим о нем. Когда Вы начнете работать с редактором, лично я рекомендую его откреплять и переносить на экран планшета, если у Вас синтек или на второй монитор. Тогда Вы сможете развернуть его на весь экран и вся работа станет намного удобнее. В данном редакторе, Вы можете рисовать новые текстуры и инструментарий практически такой же, как в Photoshop. На панели слева, Вы увидите выбор Background и Foreground цвета, положение которых можно менять с помощью Shift и X. А ниже идут инструменты кисть, штамп и терка. У инструмента кисти, естественно, есть свои настройки и в них можно включить зависимость от нажима пера. Что дает Вам возможность более точно прорабатывать Ваши текстуры и, например, рисовать их в HandPaint стилистике. Остальные настройки практически идентичны тем, что есть в Photoshop. И экспериментируя с ними, Вы можете получать разные эффекты и мазки. Тайлинг на краях текстуры будет отличным. Обрываться. Если Вы включите Tile X и будете рисовать по горизонтали, то заметите, что мазок не обрывается по этой оси. Если выбрать Tile Y, то мазок не будет обрываться по вертикали, но по горизонтали, тайлинг будет выключен. И если включить Tile X и Y, я думаю, сразу понятно, что Вы получите. Клон штамп работает таким же образом, как и в Photoshop. То есть, Вы сначала с зажатым Alt выбираете какую-то область, которая в Substance Designer отмечается красным кругом и рисуя в другой части текстуры, Вы будете клонировать данную область. У данного инструмента, на верхней панели можно выбрать два метода клонирования. Aligned и Not Aligned. Если Вы выберете первый, то поставив точку в определенном месте и делая мазок, она будет смещаться и выравниваться по тому месту, где Вы остановились. Если Вы выберете второй метод, то после каждого мазка, точка клонирования будет возвращаться в исходное положение. Также с помощью иконки рядом, Вы можете выбрать источник клонирования. Первый метод клонируется все, что Вы даже клонировали. Со вторым методом клонируется только то, что было до клонирования. А теперь давайте вернемся к настройкам кисти. Иконка плюса позволяет Вам создать новую кисть. Иконка листка рядом, позволяет экспортировать или импортировать в библиотеку кистей, сбросить настройки библиотеки или заменить ее. Ниже идет Shape Type и там три типа фигур. Эллипс, прямоугольник и полигон, у которого можно настроить количество сторон. Если Вы будете уменьшать Inner Radius, то получите форму звезды. А ниже идет настройка жесткости кисти. Затем идет настройка размера кисти и его вариативность с помощью опции Jitter. Влияние нажима. А также превращение круга в эллипс с помощью опции Roundness. Благодаря Roundness Jitter, можно добавить вариативность этого параметра. Также Вы можете настроить угол поворота и задать его произвольное значение с помощью Angle Jitter. Ниже, благодаря Scattering, можно настроить распыление и количество частиц в каждом мазке. И с такими настройками можно рисовать, например, какую-то листву. Далее, Вы можете настроить вариативность прозрачности цвета. Также, влияние нажима на эту прозрачность. С помощью Hue Jitter можно настроить произвольный оттенок. Сатурэйшн Jitter настраивает разнообразие насыщенности, а Brightness Jitter яркости. В кладке Texture Вы можете загрузить любую текстуру и рисовать с помощью нее. Ее можно загрузить из файла или созданного Substance внутри Substance Designer. Список поддерживаемых форматов огромный. Это все, что я хотел рассказать о данном редакторе. Я думаю, после моей демонстрации Вы убедились, насколько он полезный и что с ним можно создать разнообразное количество текстур в дополнение к основным фильтрам Substance Designer. Идем дальше. Чтобы свернуть это окно и вернуть его в то положение, в котором оно было, нажимаем эту иконку. Таким образом, 2D View окно вернется в изначальное положение. Далее идет нода Blend. И прежде чем начинать демонстрацию настроек этой ноды, я расскажу о базовых параметрах, которые у всех нод одинаковые. И первым в Base Parameters идет Output Size. Очень важный параметр, на настройке которого стоит обратить внимание, чтобы упростить дальнейшую работу. Справа есть 2 иконки и первая имеет 3 опции. Relative to Input, Relative to Parent и Absolute. Чаще всего используется второй параметр Relative to Parent. И его стоит использовать в том случае, когда Вы хотите всегда иметь возможность адаптировать разрешение Substance в любой момент редактирования без потери информации. Это динамическое разрешение и с помощью него, Вы можете предоставить любому пользователю, который открывает Ваш Substance. Возможность динамически менять разрешение. При этом качество отображения текстур не теряется. Чтобы показать, почему так важен этот параметр, давайте я создам какую-нибудь ноду из категории Noise. Например, Cells. И разрешение проекта поменяю на Relative to Parent. Для того, чтобы изменить настройки проекта, два раза кликаем в пустом месте Graph Network. И в Output Size выбираем Relative to Parent. Таким образом, Вы всегда сможете менять разрешение проекта в Parent Size. Допустим, давайте поставим 2K. И теперь смотрите. В данный момент разрешение ноды Cells равно 2K. То есть такое разрешение, как в настройках проекта. Так как в настройках самой ноды стоит настройка Relative to Parent. И допустим, если мы будем менять разрешение проекта, оно будет меняться у всех нод, которые имеют данную настройку. Но иногда возникает ситуация, когда Вам нужно данное разрешение уменьшить и так же оставлять привязанным к разрешению проекта. Так вот, если у этой ноды будет выбран Absolute и разрешение, например, 4х4 пикселя, то при изменении разрешения проекта, разрешение ноды Cells будет оставлено без изменений и это будет влиять на качество. А мы не хотим терять качество и потерь можно избежать, сделав ноду динамической. Для этого возвращаем настройку Relative to Parent, но ширину и высоту делим на 32, так как в данный момент у нас разрешение проекта равно 128х128 пикселей. В итоге, разрешение ноды Cells будет равно 4х4 пикселей, но при увеличении разрешения проекта, оно будет увеличиваться. То есть, как Вы уже поняли, выбор настройки в Output Size зависит от Вашей задачи. Absolute в настройках ноды оставляем в том случае, если хотим оставить одно и то же разрешение для нее, независимо от изменения разрешения проекта. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok